Давай остальные. Ну, все хорошо, успокойся. Илюха, мы зашли, два было, и третий он только вылазил, и я его сразу вытащу, и так и чану разлим дальше. Минут 15 назад заходил, 20. Она быстро сняла, она быстрая, ничего страшного. Иди, еще один выпал, Илюха. Давай. Вот этот крупняк. Сейчас, сейчас. Лежи, лежи, лежи. Заходи сюда сзади. Молодец. Хорошая свинка. Вытирай. Ложись, ложись, Мася. Ложись, хороший. Молодец. 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 Так оно, показа нету. Чухана. Рот ему сразу засаженный. Так, это уже четвертый у нас. Вот все, она-то вытертой, трошечки это сам. Ну, в принципе. Сейчас не холодно. По большому счету, сами обсохнут. Вот она. Можешь их туда кучить? Все, все, все. Это пойдет. И этот отрезь. Да. Повинку. Да. Повинку там оставляем, сантиметра там полтора-два. Можно аккуратно откусить. Ну, как откусить. Ногтями там все убрали. Все, ваши, ваши. Все. Ну, отлично. У нас она не будет. Так вот, отрезь. Мозовая. О, наступила. Ой, молодец. Вообще. Все, мы к ней не будем здесь касаться. Малыши будут кушать. Да. Сразу лучше их определить. Самого слабого. К переднему вылази, да? Вот еще, Клюха. Давай вытягиваем. Сейчас я вытащу. Сейчас, сейчас, давай, малыш, давай. Молодец. Давай, давай. Скоткий. Белый, как мама. Так, это у нас уже раз, два, три, четыре, пятый. Вот свинка, видите, как закопала голову в солому, чтобы ничего этого не видеть. Так, Илюха, не маячь там, сядь. Ну, чтоб не особо мешало. Ну, если мы так скажем, по большому счету, если бы этого всего не было, они бы и сами прекрасно родились. Но, про то, контрольной линии не помешает, не повредит, скажем так. Малыши пытаются вон за сиську уцепиться. Пока у них не очень получается. и сейчас должен еще один родиться, потому что не один. Илью, подержи. Илью, подержи. Вот тут у нас альбинос, белый бим. Как оно там, ухо. Постирай с него остатки. Так. Тех, что побольше, можем к задним сиськам прикладывать. А тех, что послабее, к передним. Вот сейчас должно пойти. Уже идет этот самый. Ну, воды отходят. Вот сейчас пойдет. О, малыш идет сейчас. Давай, малыш, выходи, малыш. Карлсон ждет тебя, малыш. Вперед ногами идут, знаешь, кто только. На, давай, раззанимайся. Вперед ногами идут не те, кто рождаются, а наоборот. Так, давай вот этого рахита. А, ты их занят. Рахитов к верхним сиськам. Не рахитов к задним сиськам. Они сзади, пускай. Только рахитов хорошо. Ну, зубки не будем обламывать. Я же говорю, попробовали, нормально получается. Без всяких вмешательств, так скажем. Хирургических. Свинка хорошо так легла. Вообще, к стенке спиной и сюда наружу. Да, и заливайся в солому, чтоб ее не трогали. Но все равно для нее, конечно, очень особо там ее не беспокоит. Поросятки вон сами. Сейчас мы им положим сиську найти. Кстати, когда растут, сосут свои определенные сиски. Если их, допустим, в семерах, сисек у нее там больше будет 9. Те остальные не будут рассосаны. Только строго те, что 7 штучек. Давай, давай сюда. Так, держи, держи. Вот этот, у юноши напрочь отсутствуют ногти. Приходится это сложную, все. Хирургическую операцию проделывать мне. У меня, кстати, тоже ногти отсутствуют. Так хватит его мучить. Вожи к сиське, он-то рот закроет. Значит, смотрите, место два штуки должно выйти. Поросят должно выйти. Сколько выйдет? Да. Тут уже раз, два, три, четыре, пять есть. Но, по большому счету, возможно, это и все, в принципе. Раз, два, три, четыре, пять. А, шесть. Мне тут подсказывают с галерки, что уже шесть. Еще три. Прекрасно. Значит, пуповинку отрываете не возле самого пуза, а, ну, оставляйте сантиметра полтора-два, она быстро втянется, там рассосится, все будет нормально. Просто возле пуза нежелательно. Будет инфекция, может попасть на всякий кадре. Ну, как всегда, короче. Ну, то тут можно соломкой. Она размяла, можно и подложить, чтобы они не разбегались. Сделаем вот такое гнездышко. Они возле мамы будут сидеть. Так, двери закрыты там, пацаны? Да, да, закрыты. Чтоб не было холодно. Да, да. Вот в кружке. Подмарка себе. Малыша-то лезут. Ну, значит, не трогай ее морду. Пусть спокойно лежит там. Там не было никого. Я смотрел. Да нормально сейчас на улице. Плюсовая еще. Вот. Видимо. Соломой дороги. Она, кстати, первые роды были достаточно, ну, как два. Там, может, полтора-два. А потом полчаса и все. Вот, смотрите, опять выходит. Сейчас пойдет. Сейчас пойдет. Ну. Кто там у нас? Вперед ногами или вперед головой? Сейчас узнаем. Вперед жопой. Давай, давай. Давай, малыш. Давай, малыш. Давай, малыш. Малыш. Вперед головой, малыш. Нормально, что ли? Давай. Рожу ему сразу освобождай. Давай, покажи, что ты делаешь. Значит, сразу морду прорываем в мешок. Открываем ему пасть. У него куйки острые, тонкие и острые. В принципе, они сами прекрасно прорывают мешок. Ну, помочь ему можно. Да, смотришь. Если он дышит, значит, что не надо. Давай, я эту фигню сразу откушу. Вот эту вот пуповинку где-то, скажем так. Да стой, держи его. Держи его скользкий. Скользкий. Да подожди ты, шакал мелкий. Ты мелкий. Все нормально. Молодец. Хорошо. Такие же дурные, как мама крыквы. Не, мама не дурные. Так крыквы, как зараза. И дурные. Так домашняя, а это как дыка. Дыка. И чуть на мясо. Да. У нас уже был там, я на канале показывал неудачный опыт. Завалили свиноматную свинку, а она с поросятами была. Чуть не повторили. Ну, вот всем уже вышло, в принципе, возможно, что и все. Теперь надо желательно дождаться выход места. Да. Место. Место может идти. Идет? Сейчас. Идет. Сейчас посмотрим. Так, сейчас. Шокирующее видео снимем. Возможно, место выходит уже. Что-что? Места, в принципе, будет много, так что не пугайтесь. Все нормально. Вот так. Крыквивый, значит, дышит. Это очень хорошо. Да. А то, что и колки у них, наверное, чтоб пробивать. Нет. Крыквивый, о, пошел. Что-то сейчас выйдет. Череп поросенок или мест. Да. Это поросенок, наверное. Поросенок, наверное. Наверное, поросенок. Хотя, так сказать, чтоб это самое, допустим, нельзя по размерам. Вот так вот ради вас особо и не видно, что там что-то меньше с того размерами. Смотри, идут продукты жизнедеятельности у поросят. Черненькие, ну, как какашки. Это место может быть час выходить, два. Ну, желательно, конечно, проконтролировать, чтоб два места было, чтоб никакого не загнивания не обвинять. Ну, попросту вот в чем. В чуваках. Вот это да. Братва уже гасятся за сиськи. Уже пошла работа. Первые, которые вышли так вообще самые сильные. Те, что попозже, еще не настолько сильные. Бородик. А, не один он. Один маленький был. Он такой задохлик. Я его и это самое. Ну, брал в руки, откачивал. Он так не дышал. Хотя прямо такие неугомонные. У нее постоянно здоровенные рождались. Да, да. Вот одинаковые все, как на подборстве. Вот. Вот. Сидим, сиськи. Вот. 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 Салон Видите, уже даже сиську смог найти. Вот. Сейчас что-то пойдет. То ли место, то ли поросенок. Да. Идет, идет. Третий раз уже. О! Лапа пошла, поросенок. Вперед ногами. Дурбецова. Так, держи. Вытирай. Видели, да, какой дурбец его вылез? Вперед ногами, только дурбец его. Давай, давай, нормально все. Сейчас мы его в глазу, в трошечки. Доктор. Доктор, покажите мне дичь. Дичь. Вытри его, чтобы более-менее. Черт, не в кадре. Вот так сейчас вот. Так, у нас уже восьмой пришел. В принципе, ее норма сделана. Возможно, сверх нормы еще один будет, сейчас посмотрим. Хотя, скорее всего, место пойдет. Ну, восемь. А зато размеры, видите, какие здоровые. Одинаковые, у него все ровно. Не, ну не то, что ровно, если меньше, но просто достаточно крупные для этих. Да, да, да. Ты подстрелки, свадь. Да, я вижу. Сейчас мы опять оборвем эту самую. Особо там. Можете не изгляться в плане вычищения их. Оно все оботрется. Оно само все послассится. Ну, как бы облегчительно. Первые дни можно. Так, сейчас мы его плюхать. Тихо, сейчас пойдешь кушать. Да не ори. Да тебе не больно уже, что мне расстали. Все. О, братва, все. Свинка, видите, она переворачивается, подставляет нижний ряд сосков. Молодец. Свинка хорошая, уже опытная, так скажем, и знает, что надо делать. В принципе, ее не хотелось рубать, но она показала, что она вроде как не это самое, ну, скажем так, не забеременела. Была, конечно, мысль ее прихерачить. Теперь оставим до лета. С летом с кормами без проблем. Ну, вьетнамцы жрут все подряд в плане травы. Да. Вот с кормежкой цепозиме придется их на кашу переводить. Да. Ну, каша тоже, как бы, из ячменя. Да. Приварили там. Траву едят. Травку едят. Главная еда. Сейчас я же говорю, лето начнется, с травой вообще проблем никаких не будет. Только с камерой проблемы, что она хочет снимать, то не хочет. Сейчас мы ее чуть-чуть. Еще что идет. Дрожит. Да то не дрожит, то, наверное, схватки. Я разговаривал, что это будет. Ну, 8 от меня нормально. За это вон такие активные, крупные. Добро. Нифига не, это самые не задохлики. Даже он самый мелкий, уже пошире. Ну, и что, это даже полчаса времени уже они там гораздо веселее, наверное. Быстро. Так вот, аж вот, сиська вообще быстро. Сперва они, конечно, не очень, у них получается находить правильно сиську. Ну, а потом, потом нормально. Потом уже это дело у них ставится на поток. И уже нормально они там все это дело. Определяются без проблем. Эти самые клычки, их не помогают им держаться за сосок. Прицепиться. Давайте. Желательно, конечно, допустим, там, с каким-то резким запахом, с руками не подходить к ним поначалу, а то она может их как-то неправильно воспринимать. Здесь вообще свиноматки не принимают поросят. Ну, медикаментозно все лечится, особо не расстраивайтесь. Если главное, чтобы был нормальный ветеринар, вот у знакомого белая свинья поросилась. И выбрасывала просто вот так вот клювом своим, как шмак, тут об стенку метров пять летит. Не подпускала. Приехал специально обычный врач. Сделал два укола в глаз. Потом один укол, по-моему, в вену ей в ухо. И она через там полчаса начали подпускать. Все, начало их пускать. Все нормально стало. В принципе, как бы не пугайтесь, это бывает такая фигня. Но, конечно, такую свиноматку лучше выбраковать. Чтоб с нее возиться. Ветврач этот рассказывал, что бывает и два, и три раза, и все время не принимает. Ну, как бы это как патологика. Поэтому с такими лучше играться. При первой же возможности выбраковать еду и все. Так, у этой вон, эти самые идут схватки. Сейчас, может, что-то, место это, и пусть бы уже вышло. Либо поросен. Кстати, свинки компактные, небольшие. Поэтому она очень, ну, чутко там, не давит поросят, не ничего. У меня с этим делом, ну, тут ни разу не было. Это свиноматка, допустим, белая свиньи, второй год, третий. Она там вырастает до 300 килограмм. Она при всем желании там особо не контролирует свои движения. Там, да, где-то повернулась, где-то присела, хрязь, все. А 300 килограмм поросенок, смятку сразу. С этим проблем таких немало. Они его, ну, и на, и с ними нормально. Ну, видите, соски по-находили, уже живут. Ну, только не все, вот это вот чудо не хочет. Индиец мелкий. Да, вот это сосок, вот это, да. Интербецл. Ну, я так подозреваю, что все. Осталось места нам дождаться. Мы сейчас это дело все прекратим, уже запись, наверное. Место дождемся. Ну, видели процесс, несложный. Так, скажем, скажем так. Человеческое присутствие желательно, но по большому счету минимально там. Да, не пугайтесь. Ничего сложного в этом нет. Если там как-то что-то помочь, то это, ну, так, на уровне, там, рукой аккуратно пододвинули, там, это. Не спорю, бывает случай, что надо там проводить, ну, обсматривать, там, я знаю, там проблематичнее, конечно. Тут надо знать. У меня так не было еще, слабого. Нормальные роды происходят, в принципе, сами по себе. Сейчас, Леха, подождем, если место сейчас выйдет, пойдем. Вы, может, еще поросенок одеваете. Не, ну, для нее уже практически все. 8 штук. Ну, как-то, видите, у нее, я даже не знаю, это, наверное, из-за строения все-таки свиноматки зависит количество поросят. Вот надо в литературе почитать. Побольше, а то меньше. Я понимаю, ну, просто, что. Может. Ну, зато 8, она их уверенно выкормит, они будут крупными. Да, в принципе, сперва казалось мне тоже там, ой, 18, там, 20, что-то, ну, хотелось там, 18, 20. А потом, понимаешь, когда там она покормила их, ты посмотрел на это все движение. Понятно, становится, что 18, 20 штук, ну, проблематично будет выкормить. Если будет какая-то фигня. Ну, 10 штук, ну, 10 штук, ну, сисек. Да, не, ну, сосков может и будет там и 12, и 14, ну, просто. Если они ее восьмером высосут так, что от нее там ничего не остается. Да, ничего не остается. Она через там буквально чуть-чуть времени. Худая-худая. За месяц. Да, отнизу. Она знаю, что после опороса там на какой-то, второй, третий, она гуляет, можно сразу пускать. В таком случае у нее вообще не будет времени отъезда. Ну, как бы, я считаю, что гробит так свинку. Получается, она мне туда 2 месяца только на отъезда. Да, да. Она не толком не успевает отожараться. Ей тоже. Она 2 месяца ходит, а не растут. Сей вообще бегает по головам и все. Ничего не ест. Балбес. Я же тебя только что перекидывал на самые центровые сетки. 2 месяца расти будет, 2 месяца корень. Добновременно. Не, ну через месяц можно, конечно, убирать. Ну, про то. Давай нижний ряд покажи нам. Вот так. Вот так. Давайте сюда. Дурбецов. Давай. Вот, снизу. Вот, вот, вот. Давай, давай. Это место, наверное, сейчас только выходить будет уже. Соломенные, пацаны. Не передавило там никого? Нет. Возволь. С хитрожописом. Ну, что я хочу сказать, они там перетусят сами. В принципе, дело такое. Что-то пыщитно. Давай, песку на выплевывай. Ну, хотя мне что-то кажется, что все уже. Сейчас мы смотрим. Пошел выспать. Сиська. О, давай я вас кидываю на кучу. Ничего там возить. Маму беспокоится. Это самый. Да, сегодня мы до сегодняшнего обеда даже не подозревали, что у нас будет этот самый. Ходила, зараза, елки. Втихую. Что-то там перегуливала раз. Пускали их река. Потом посмотрели, что с ним понятно было. То ли перегуляла, то ли нет. Мы уже решили, что все, наверное, ей хватит заглумиться над нами. Это у нее сам процесс уже вызывал радостные чувства с лучки. А толку от этого всего не было никакого. Так мы все думали, может, не пора бы ей на колбасу. Не, она говорит, не пора. Так что, так вот бывает тоже. 8 штук, дай. И сказать бы, что, допустим, сильно было видно по ней, что она там... Я бы не сказал, но... Элюха, ну вот еще она тушила. Скажи, 8, как обычно. Обычно вы видите. Что, вы не замерзли? Давайте, мы сейчас придем. Аккуратно. Ваши братья уже, кабары выросли. Как раз месяц там, чуть-чуть больше родницы. А? Месяц где-то. Больше месяца. Можно рядом поставить, посмотреть, как они выйдут. Только рожденный, да, и этот самый месячный родницы. Да, он такой. Аккуратно. Саш, его сейчас, если не стел, он будет орать так, что... Нет, нет, нет. Они там спят уже все. Сейчас тройки. А, что все колбасят. Сейчас, наверное, будет место выходить. Эх, я как этого лошара кидаю в кучу. Эх. Да, сюда, Иван, сейчас. Если они первые дни не особо сишки ловят, потом будут с полу оборота. Хрязь уже на них висят. Нет, два. Мама будет ловить просто на лету. Там уже просто... Они как-то подросток будут ходить-то. Загей. Тогда уже она будет текать. Их. Интересно, было бы, ну, у нас, видишь, у нас, это, в природе у нас негде им прятаться. Допустим, они бы, может, и... Это ж, ну, что-то подобие дикого кабана, да, получается? Такой маленький какой-то. Зимой холодно, может быть, было. Да не, вы не ж, вы наедали жир там, понял? Зарылись белье. Так, шерстью бы обрастали, если бы было холодно. Да, конечно, шерстью бы обрастали. Зарылись бы там в лесу. Да, да. Если бы мне такое рыться. Яму вырыть себе как-то. Яму вырыть молот. Такую. Если бы не было хищников так много, то его и лиса зафигачит, и кто угодно, правильно? Маленького лиса съест легко. Лиса зайца съедает, заяц здоровый. Ну, так. У нас, это, наверное, не дали бы им развестись, допустим, расплодиться. Да и волки есть. И лисы, и волки. Пацаны, это самое. Мелковатые, конечно. В смысле, мелковатые? А, дикие, что ли? Значит, такие же. Да, такие же. То сикач, там, 300 килограмм. Да, такие они бьют по 70 килограмм. Сколько, ты думаешь, у него есть, у дикого кабана? Да, ну, я думаю, все, слышишь? Пойдем, место выйдет. Через полчаса. Подойдем, посмотрим. Ну, вот так вот проходят роды у вьетнамских свиней. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пишите комменты. Всего доброго.